Добрый вечер, дорогие друзья! В прямом эфире Викторина под знаменем дружбы. С вами Юлия Черняева и сразу же, друзья, с места в карьер, давайте набирайте телефон прямого эфира 202-11-22. У вас есть уникальная возможность прямо сейчас здесь показать свои знания о любимом городе, о городе-побратиме Старозагора, вообще о Болгарии в целом и русско-болгарской дружбе в частности. Сейчас вы видите на экране наши сувенирные, замечательные такие вот презенты, они достанутся вам, и я думаю, что за это стоит побороться, потому что выпущены они эксклюзивным тиражом. Больше такого ни у кого нет, вы будете единственными обладателями, так что дерзайте, друзья, 202-11-22. Сегодня у нас очень такие весьма занятные темы, давайте посмотрим на наш экран, вы увидите, что мы сегодня вам рады предложить и вопрос про географию, и музыкальный вопрос, и хотим спросить вас про известную личность. Есть такая очень хорошая, друзья мои, тема называется «Словарик», есть «Интересная рядом» и «Городово-братимы». Что выберете вы? Звоните прямо сейчас, 202-11-22. Ну, а я сейчас вам с большим удовольствием представляю наших сегодняшних экспертов. Они любят Болгарию, мне кажется, Болгария любит их, но сейчас мы об этом с ними и пообщаемся. Ольга и Елена Недялкова, здравствуйте! 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 Мы договаривались, что вы поздороваетесь по-болгарски. Добрый вечер! Ух ты! Здравейте! Вот так вот потихонечку раскрываем секреты с нами. Здесь очаровательные эти девушки. Они любят Болгарию. А почему? Ольга, расскажите нам. Ну, потому что я прожила почти 10 лет в Болгарии и проработала. А еще потому, что у меня рядом стоит плод русско-болгарской любви и дружбы. Мой папа был болгарином. Вот, собственно, мама моя. Это очень здорово. Вообще, вот как часто мы вот за эфиром сейчас выяснили, что вы периодически говорите по-болгарски? Бывали ли после того, как вернулись в Самару? Ну, конечно же, после, к сожалению, смерти папы у нас там все равно остались родственники и кресты, и ее друзья. Как часто? Очень часто в этом году опять поедем. Ух ты! Ну, друзья, тут у нас эксперты. Ого-го, сегодня огонь! Поэтому давайте звоните. 202-11-22. Вопросы подготовили интересные, несложные, мне кажется, и очень занятные. Сегодня наши эксперты будут оценивать ваши такие какие-нибудь интересные ответы, пытливый ум, быстроту реакции и какой-нибудь, конечно, дополнительный от вас ждем информации по нашим вопросам. 202-11-22, телефон прямого эфира. Я так понимаю, что сегодня у нас, Лена, это волонтер, который будет так или иначе праздновать вместе со всеми, но в первых рядах, день Самарского знамени. Ну, насчет в первых рядах не могу обещать. Я прошла наряду с другими волонтерами обучение. Это вот школа экскурсоводов-волонтеров. Это не экскурсоводов, это просто обучение, посвященное 50-летию улицы Старозагора. Это было в Даме молодежи. Собирались все желающие, не только молодежь, не только студенты и взрослые. Они приходили, я к тому, что, которые уже закончили учиться, приходили, обучались, и все вместе мы будем встречать болгарскую делегацию и будем помогать в этом замечательном празднике. Ну что, я вам объявляю о том, что у нас есть первый дозвонившийся. Давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Кристина. Кристина, очень приятно, Кристина. Ну что, давайте сейчас будем вас пытать. Какую же тему вы выбираете, что вам приглянулось? Я думаю, музыкальный вопрос. Музыкальный вопрос. Что ж, внимание. Музыка в студию. В 1912 году героизм болгар, восставших в Первую Балканскую войну, а тогда Болгария, Сербия, Греция и Черногория выступили против Турции, вдохновил Василия Агаткина на эту музыку. Впоследствии многие поэты пытались какие-то интересные оригинальные слова придумать, но мы все ее знаем и любим. И еще давайте прибавим немного музыки. Кристина, что же это за известная композиция? Мне кажется, все ее должны знать. Это марш прощание славянцев. Это правильный ответ, действительно. А где ее можно услышать, как вы думаете? Вот сейчас в современном мире, где, в какие, может быть, праздники вы ее слышите? Какие ассоциации она у вас вызывает? Ну, 9-й, конечно, День Победа. Ну, безусловно. А сейчас мы увидим на экране вот такие вот замечательные кадры. Это памятник. Он установлен на Белорусском вокзале. Мне кажется, очень трогательный, интересный. Ну, а далее видим, действительно, мне кажется, автора, который написал эту композицию. Он молодец, он передал все то, что должно, наверное, было быть вложено в этот вот замечательный музыкальный такой вот, ну, не знаю, действительно марш, гимн Победы. И марш вот такой вот национальный. Очень, очень такой активный. Ну что, Кристина была нашим первым участником. Записывайте себе. Да, да, я записала. Молодец, сообразила, быстро угадала. Вычеркиваем из нашего списка вопросов сегодня музыкальные вопросы. Итак, друзья, пытайте 202-11-22 свое счастье по нашему телефону. Рекомендую вот обратить внимание, например, на интересную личность или на интересную. Интересную рядом. Вот девочки уже почитали вопросы, они вот уже даже могут что-то порекомендовать. Насчет подсказок с их стороны, ну, я не знаю, вам рассчитывать приходится или нет, но почему нет, давайте пытать. 202-11-22. Ну вот как часто люди, когда узнают, что вы так или иначе, Ольга связанная, Елена, с Болгарией, что первым делом спрашивают? Наверняка что-нибудь скажи по-болгарски. Спрашивают и это, но у нас проблема, у нас фамилию коверкают, как только могут. Дело в том, что, видимо, не характерно для русского языка после недялкового, после д, вот это я, нас как только не называют, недалковые. Легче сказать, как нас не называют. Вот, вот эта проблема большая, а так, вы знаете, некоторые говорят, ой, что там болгарский язык, да он все понимаем, все похож. Но когда я говорю, хорошо, тогда говори, что я сейчас сказала, переводи. Насысков кышты, а сыскам досегуворенты. Ого-го-го, ничего себе. Вот, и когда начинаешь им говорить, они говорят, и что ты сейчас сказала? Я говорю, ну, похоже же. Ну, а вот мы сейчас и проверим нашего следующего зрителя. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Константин. Константин, очень приятно. Ну что ж, Константин, какую тему выбираете вы, что вам приглянулось больше всего? Ну, вы знаете, наверное, это его известная личность. Известная личность. Ну, давайте, друзья, выбираем эту. Она родилась в 1911 году в Македонии в семье бедного крестьянина. На протяжении 20 лет она официально являлась государственной служащей. Цена визита к ней составляла 50 долларов США для граждан несоциалистических стран. Как вы думаете, кто это, если мы говорим о Болгарии? Я думаю, что это Джуна. Так. Правильно, ну а давайте мы сейчас действительно посмотрим на то, что было загадано. Это действительно Вангелия, ясновидящая была государственная служащая Народной Республики Болгария. 10 левов для граждан стран соцблока, 50 долларов для других стран. Ну и, конечно же, многие к ней писали письма, отправляли подарки. И письма с подарками доходили до нее, даже если просто был написан адрес Болгария, Венгерград. Ну, Константин, скажите, пожалуйста, что вы, может быть, еще знаете о Ванге? Ну, я единственное, что я знаю, что очень много наших людей, которые живут в России, посещали его, в том числе, очень известные люди. А я даже его знаю, что Филипп Хиркоров, если не ошибаюсь, рассказывал, что она ему предсказала брак с женщиной по имени А. А, да, 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 чья буква первая имена? И она как-то пророчила, что на одной площади пройдутся и живые, и мертвые, и, собственно, бессмертный полк, что сейчас и происходит по площадям. Идут люди с портретами. Вот так. Константин, спасибо вам большое. Чуть-чуть вы, конечно, нас сначала расстроили, но быстро... Испугались. Исправились. Исправились, действительно. Спасибо вам большое. Записывайте Константину, себе делайте какие-то пометки, это я говорю нашим экспертам. Известная личность. Ну, а вы, друзья, 202, 11, 22, есть еще время, чтобы набрать телефон и выбрать, давайте посмотрим на то, что сегодня у нас играет, какие темы. А я напомню, что это словарик, ну выбирайте, хорошая тема, я как раз потренируюсь в произношении болгарских слов. География, есть у нас еще города по Братиму, но тут есть подсказка про Самару, вопрос. Может быть, вы попытаете свое счастье именно в этой теме, ну и интересная рядом, весьма занимательный вопрос. Который, мне кажется, всех нас повеселит. 202, 11, 22. Ну, вот так или иначе, я так понимаю, что у всех есть некий стереотип из Болгарии. Болгарская роза, ванга, перец и все остальное. Что еще, может быть, такого вот мы не знаем? Какие для вас знаковые моменты? Для меня Болгария – это болгарская кухня, очень вкусная. Это бренза обязательно, это ракия, это вино. Лютоница. Ну, это море, конечно же. И, наверное, западная часть Болгарии – это совершенно уникальные горы, очень красивые. Очень страшные, когда поднимаешься высоко. Я была просто в шоке, когда проезжала Шибку. Я не понимаю, как мы ехали на машине по хорошей дороге. Как люди… Так даже не было во время, да, русско-турецкой войны. Как они на лошадях, на конях и пешком поднимались. Я просто вот… У меня мурашки все время по коже. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, меня зовут Иван. Иван, очень приятно. Иван, ну мы темы огласили буквально пару минут назад. Что выбираете? Города Пократина. Отличная тема, я вам скажу. Ну, вопрос с подвохом, подсказок здесь не будет. Это исключительно на знание вами истории города и, может быть, фотографической памяти. Все мы знаем, что на улице Старозагора есть дом под номером 70, на котором изображена мозаика. Там держатся за руки гражданин нашей страны и гражданин Болгарии. Они взялись за руки, там, в общем-то, такая действительно тема дружбы, ну, прослеживается. Два флага советский, болгарский, а также два символа – Куйбышева и Старозагора. Так вот, Старозагора представлена памятником свободной ошибки. А чем же представлен наш город Куйбышев, ныне Самара? Что же там за памятник или, может быть, какое-то знаковое место представлено? Как вы думаете? Думайте. Давайте подсказывать мы будем. Я готова. Не надо, говорит Иван, не надо. Ну, так нечестно. Они уже подсказали. Вообще непонятно подсказывали. Эх, это действительно так, кто не верит, давайте документально сейчас вам это докажем. Вот, пожалуйста, действительно, два человека, гражданин Советского Союза и гражданин Народной Республики Болгарии, крепко взявшиеся за руки на фоне дерева. Вот, пожалуйста, вам сверху как раз-таки видно все то, что там изображено. Ну, и если не верите, приходите на Старозагору 70 и лично посмотрите. Спасибо большое. Есть у нас еще три минутки для того, чтобы принять, возможно, еще один звонок наших петлевых зрителей. 202. 11-22. Все отгадали. Прямо молодцы. Вот так вот. Спасибо вам за подсказки. Творчески подошли к нашему сегодняшнему конкурсу наши эксперты. 202-11-22. Остается у нас географический вопрос. Остается словарик и интересное рядом. Дотянитесь, друзья, до телефона. 202-11-22. Не такие уж сложные цифры. Набирайте. Если вы смотрите нас в Самарской области, поставьте обязательно код города 846. Вдруг вам действительно повезет, у вас получится дозвониться. Пока же, я думаю, эксперты предварительно там что-то для себя решают. А мы только одного должны выбрать? Одного должны выбрать. Из трех. У нас была Кристина, Константин и Иван. Думайте, пока думайте. А вы, друзья, давайте, пытайте прям... Интересный ряд. Очень хороший вопрос. Звоните. Я уже прям, может быть, нам его задать, а кто дозвонится, тот и молодец. Я вот, если честно, даже не знаю. Смотрите, друзья, есть такая известная в Болгарии поговорка. Когда в Болгарии зазнавшийся поросенок в желтых шлепанцах вскарабкается на грушу, представили, да, себе это? В России в то же самое время другое животное совершает другое действие. Но оба они символизируют то, что это произойдет неизвестно. Когда? В неопределенном будущем. Кто знает, когда? Если вы догадались, о чем речь, что за поговорка известная здесь зашифрована, звоните. Меньше двух минут остается. В разных странах говорят по-разному. Давайте сейчас узнаем, кто нам дозвонился. Алло. Добрый вечер. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Юлия, ну вот прозвучал вопрос, неизвестно когда, в неопределенном будущем кто-то у нас в России что-то делает, а в Болгарии поросенок в желтых шлепанцах взбирается на грушу. Как вы думаете, какую пословицу мы зашифровали? Сложный вопрос. Ну вот смотрите, подсказка. Подсказка, когда куры начнут высиживать котят, в Каталонии говорят, когда медуза заменит стюардесс на Гавайях и так далее. Вот у нас еще есть такая пословица после дождичка в четверг. А вот животное что-то делает. Где там? А, когда раз ты говоришь, виски. Ура, это правильный ответ. Вы молодец, спасибо большое. Ну, несколько секунд у нас остается. Кого выбираем? Кто понравился? Ну, если честно говоря, я бы выбрала Константина, потому что это очень красивое славянское имя. В Болгарии очень много Константинов живет. И она Елена Константиновна. Простите меня за неприятность. Ничего страшного. Собственно, для этого мы вас и приглашаем, чтобы вы выносили свой вердикт. Константина, мы поздравляем вам, друзья. Большое спасибо за ваши звонки. Да будет так и далее русско-болгарской дружбе. Не 140, а более лет. Чтобы мы отмечали и другие юбилеи. Вам спасибо большое с праздником. Всего самого доброго. До встречи. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова